Всем привет! Меня зовут Авами Лиса и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я расскажу вам о привычках красивых девушек. Я уверена, что вы обязательно найдете в себе как минимум одну причину. И не забудьте после просмотра этого видео написать, сколько из этих привычек у вас есть. И обязательно киньте это видео своим подругам, очень будет интересно узнать, а сколько привычек есть у них. Согласитесь, это будет как минимум любопытно. При этом в этом видео я ни в коем случае не хочу говорить о внешности. То есть мы безусловно будем ее касаться, но ни в коем случае не в формате привычка красивой девушки иметь красивый нос. Не, такого не будет. Сегодня мы с вами будем говорить именно о восприятии себя, о постановлении себя и о восприятии нас окружающими людьми. Если ты впервые на моем канале, обязательно подписывайся, тык, и включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Первое и одна из самых главных привычек, о которых я сегодня буду говорить, это умение принимать комплименты. Девочки, очень важно уметь принимать комплименты. Если какой-то человек говорит вам, у вас красивое платье, у вас красивая кожа, у вас красивые губы, не важно что, не надо отказываться от этих комплиментов, не надо говорить, ой, не стоило, или ой, да ты что, ну у меня вообще-то нос с горбинкой ужасный. Если вы реагируете каким-то вот таким вот похожим образом, это отбивает напрочь какому-то человеку в дальнейшем говорить вам комплименты. И чем больше вы будете вот этого вот транслировать из серии, ой, да ладно тебе, даже если вы это делаете из хороших побуждений, чтобы люди не в твоем случае не подумали, что вы ЧСВ, это только играет против вас всегда. Поэтому не надо так делать. Вторая привычка, это уверенность в себе. Я снимала видео на тему уверенности в себе, поэтому если у вас есть вопрос как, то просто посмотрите. Так вот, уверенность в себе это супер-мега важно, потому что если вы не уверены в себе, какая бы вы красивая ни была, если вы стоите в стороне, если вы боитесь сказать слово, если вы боитесь подать себя, все это очень сильно портит о вас впечатление. Если о вас будет испорчено впечатление, не затащит никакая ваша внешность, какая бы она ни была. Мы, опять-таки, склонны воспринимать людей лучше, чем есть они на самом деле, когда эти люди нам нравятся. Но нам, как правило, не нравятся люди, которые начинают жеманищать, которые начинают биться по углам, которые очень-очень неактивные и которые, ну, так называемые серые мыши. Такие люди могут быть очень красивыми, но они красивыми не воспринимаются, потому что на них есть уже клеймо серая мышь. И все это идет от неуверенности в себе. Поэтому развивать в себе уверенность это всегда очень и очень важно. И следующая привычка это конкурентность. Красивая девушка всегда конкурентна. Она конкурирует в первую очередь всегда с собой. Для нее самое важное выглядеть лучше, чем она выглядела раньше. Когда вы смотрите на свои старые фотографии и думаете, боже мой, я сейчас выгляжу гораздо лучше, чем тогда, это правильный путь. Если вы смотрите на свои старые фотографии и думаете, боже мой, какая я была раньше красивая пуся, а сейчас я просто какой-то, какой-то я не знаю кто, это печально. И нужно себя менять и в первую очередь нужно менять себя внутренне. Нужно менять отношение к себе же в первую очередь. Следующая привычка красивой девушки это знать особенности нанесения своего макияжа. Вы можете не быть визажистом, вам это совершенно не обязательно, но вы точно должны понимать, какой цвет вам идет, какой цвет вам не идет. Потому что макияж для каждой девушки это всегда огромный плюс. Вы можете иметь идеально чистое лицо, никаких вообще следов и покраснений и ничего-ничего, никакого пост-акне или акне. Но если вы, ко всему прочему, еще умеете делать правильный макияж в соответствии с своими чертами лица, то это всегда делает вас красивее. И в привычку красивых девушек, безусловно, входит понимание макияжа, который ей идет, а который ей не идет. Следующая привычка делать то, что ты хочешь. В привычки красивой девушки входит некоторая своенравность. Это девушка, которая делает то, что она хочет. Она хочет следовать моде, она будет следовать моде. Она хочет не следовать моде, она не следует моде. Но это девушка, которая четко понимает свое место и то, что ей нужно. Она понимает все свои желания. Она знает, чего она хочет, и она знает, чего она не хочет. И то, что она хочет, она делает. То, что она не хочет, она старается не делать. И если у нее нет выбора, она это делает. Но она понимает, что она это делает, потому что у нее нет выбора, а не потому, что ее заставляют. Это как, допустим, вы ходите в школу. Вы просыпаетесь в 8, например, утра, потому что вы понимаете, что вам нужно идти в школу. Вы можете хотеть идти в школу, вы можете не хотеть идти в школу, но вам это нужно сделать, и вы просто с этим смирились. Для вас это норма, и то же самое должно быть для красивой девушки. Для нее норма смириться с некоторыми жизненными обстоятельствами, но для нее не норма самой себе ставить какие-то ограничения, самой себе какие-то рамки. Супер банальная привычка это базовый уход за собой. И в этот пункт я хочу включить отсутствие лени. Крассивые девушки это ухоженные девушки, это девушки, которые находятся в максимально хорошем состоянии своего тела. Это девушки, от которых вкусно пахнет, это девушки, у которых чистые волосы, это девушки, у которых чистое лицо. И если у них сейчас этого ничего нет, они над этим работают. Мы должны следить за собой всегда. Вы вышли замуж, вы родили ребенка, вы работаете, вы не работаете, всегда нужно за собой следить. Потому что красивая женщина это женщина, которая над собой трудится. Это всегда заметно, всегда можно отличить двух девушек, которая болт клала на свой внешний вид и которая не клала болт на свой внешний вид. Возможно вы сейчас скажете, да-да-да, тебе легко говорить, ты ничего не делаешь, ты же всего лишь навсего какая-то там блогерша и не учишься. Ну допустим, да-да-да, тебе легко говорить. Ну хорошо, мне может и легко говорить, но простите, но у меня как бы еще есть и взрослые женщины в семье. Моя мать, это просто, мне кажется, один из самых умных человеков, человеков, да, ха-ха-ха, в этом мире. Потому что моя мать знает пять языков, потому что моя мать супер крупный специалист, которого хотят во всем мире. И именно поэтому мы таскали всю свою жизнь тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потому что моя мать это гений в своем деле, моя мать это пахарь, она не бывает дома. Я свою мать дома не видела, но я вижу внешность моей матери. И она всегда находила время для того, чтобы заняться уходом за собой. И как бы как итог, я вижу просто красивую женщину. Да, женщина, которая работает, которая очень много работает. Столько, сколько работает моя мать, я не знаю ни одного человека, который бы работал столько же. Но это не важно. Возможно, я когда-нибудь потом поделюсь с вами моим мнением о моей собственной матери, о наших отношениях, потому что мы очень разные люди, но, думаю, это понятно. Посмотрите, как вам описание. Ну, так вот, это не суть. Смысл в том, что красивая женщина, красивая девушка, это та, которая всегда, хотя бы немного, но найдет на себя время. И это вопрос привычки. Следующая привычка, это свои собственные какие-то фишки. Для каждого человека очень важно иметь собственную харизму, иметь собственную подачу, не быть как все. Да, я понимаю, что каждый человек, без исключения, это личность. Даже человек, который кому-то подражает, он все равно личность. Но в чем заключается разница? Дело в том, что у одних людей есть свои вкусы, свои предпочтения, свой набор слов, свой набор подач, свои какие-то жесты, своя мимика. У других людей ничего своего нет. Они везде берут, вот отсюда, 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 отсюда. И в итоге этот человек получается несколько серым. То есть его как бы особо сильно не воспринимаешь. Потому что есть один, а есть вот все остальные. И если ты попадаешь в категорию все остальные, тебя не воспринимают уже как личность. Да, ты можешь быть очень симпатичный, очень красивый, но тебя не воспринимают. А если тебя не воспринимают, то, соответственно, ты уже не. Следующая мега-гиперважная привычка красивой девушки Красота это в большей степени здоровье Ваше физическое самочувствие это очень и очень важно В привычке красивых девушек обязательно входит контроль своего здоровья Это посещение определенных врачей, обязательно Даже если у вас ничего такого нет, вы должны знать о своем здоровье все От того, что вы раз в год или раз в полгода, лучше второе Будете ходить к врачу сдавать какой-то базовый набор анализов, хуже не будет Вы будете просто спокойно себя ощущать в том, что вы человек как бы здоровый, что у вас все хорошо А если у вас вдруг что-то нехорошо, вы вовремя начинаете это лечить Обязательно красота равно здоровье, это просто запомните Если вы падаете от болезни, если вы немощны, если вы ничего не можете сделать Если вы просто не можете поднять себя с кровати, потому что вы очень сильно болеете В этот момент никакой красоте быть лечить даже не может Следующая привычка это осанка Осанка это супер важно От нашей походки зависит очень многое, в том числе восприятие Если вы ходите сгорбившись, сутулевшись, это всегда некрасиво При любых обстоятельствах, это некрасиво и неважно Вы на каблуках, вы в кедах, вы в кроссовках, вообще в любой какой бы там обувь ни были Важно следить за тем, чтобы ваша осанка была прямая Потому что, во-первых, это всегда, опять-таки, возвращаясь к теме здоровья Это полезно для здоровья Когда вы ходите сгорбившись, это не есть хорошо Когда вы ходите прямо, держите спину ровно, плечи назад Это, во-первых, выглядит женственно Во-вторых, это здоровье Это показатель, что ваше тело здорово, что вы ходите прямо, что у вас хватает физической силы И третье, это значит, что вы со стороны как будто бы не выглядите устало Я просто не могу как бы правильно выразить этот термин Но смысл, я думаю, вы у меня уловили Уловили же, да? Так вот, когда вы ходите вот так, это воспринимается как усталость Это воспринимается как болезненность Но, как мы уже говорили ранее, болезненность это не равно красота И выглядеть болезненно, это уж точно не привычка красивой девушки Хочешь узнать больше, как стать красивой Возможно, ты хочешь узнать, как, например, вылечить лицо от прыщей Или узнать, как правильно похудеть То тогда обязательно смотри вот этот или вот этот плейлист Я очень тебе рекомендую Я там собрала все самые классные советы, которые я лично на себе прохавала и применила Обязательно ставьте лайк на это видео Делитесь со своими подругами И не забудьте написать в комментарии, сколько из этих привычек у вас есть и есть у ваших друзей Интересно, не так ли? Что ж, всем спасибо за просмотр И всем пока-пока До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok